у меня есть очень хорошие новости для тех кому интересно узнать конструкцию печки на отработке которая может работать без копоти это простейшая конструкция которую я сделал на базе своего первого эксперимента я брал банку маленькую баночку от консервов на 130 грамм вот дальше использовал для дымохода коротенькие трубы вот одна труба стенка трубы толщина 4 миллиметра брал также два гвоздя сотки обычные гвозди 100 миллиметров толщина тоже 4 ставил их вот так один гвоздь так 2 так и трубы брал две трубы вот эти кстати добавлю что они в высоту 30 сантиметров 1 и 2 ставил я их сверху то есть сначала заливал сюда масло для розжига чуть-чуть бензина и сверху ставил уже трубы которые являются дымоходными одну ставим и выше вторую ставил то есть получается 30 сантиметров и еще 30 60 сантиметров дымоходные трубы эта конструкция достаточно хорошо уверенно работала нижняя труба разогревается почти до красна или даже до красна то есть жарко схема которая будет работать без копоти она в принципе точно такая же то есть первая схема она коптила а вот эта новая схема изменения имеет очень небольшие но копоти нет вообще значит что хочу показать в этом видео хочу сделать две печки печки делается очень быстро потому что они простейшие две печки примерно одинаковых то есть одна будет без доработки то есть первая моя конструкция вторая точно такая же с доработкой посмотрим на разницу какой результат они дают все наглядно увидим то есть заправляем две одинаковые баночки так берем две одинаковые баночки вот заправляем их масло ну заправляем побольше почти полный есть так маслом заправили дальше 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 ставим гвоздики 1 2 эти гвоздики они дают зазор необходимый в 4 миллиметра для подсоса воздуха ну соответственно и сюда 2 то есть примерно конструкции не примерно вообще они одинаковые будет небольшая разница который вы сейчас узнаете так заправляем обе бензином так собираем первую видите как быстро это все собирается прямо на ходу так должна труба и 2 труба сверху конструкция это временная экспериментальная 2 получается более стационарная очень хорошо для гаражей также можно приспособить и для отопления дома так ну вот как то так то есть это мой первый вариант и теперь расскажу про 2 в чем отличие 2 варианта который вот и есть то самое в точку снизу все будет то же самое банка подключается к трубе труба точно такая же использую здесь две трубы покажу сколько диаметр трубы 7 с половиной значит это первый вариант а вот второй вот второй вариант трубы вот она у меня здесь вот сюда я поставлю банку 2 но труба это она длинная то есть мы увеличиваем тягу за счет длины высоты дымохода о какая сейчас я сразу замеряю вот смотрим ну почти что два с половиной метра два с половиной метра это дымоход второй конструкции диаметр ну чтобы уже точно вот диаметр вот такой же семь с половиной толщина стенки тоже такая же 4 миллиметра ставлю сюда нашу вторую баночку с гвоздиками гвоздики здесь повторяю нужны только для контроля зазора так сейчас чуть-чуть он большой зазор с помощью нехитрого приспособления расклиниванием и вот этого болтика запихивания зазор будет точно такой же как у первого варианта вот есть все достаточно крепко диаметр банки совпадает с диаметром трубы теперь можно чуть-чуть брызнуть бензинчика для того чтобы поджечь одну и вторую то есть сразу обе запустим так бензин в сторону запускаем небольшое время она прогреется вторую запускаем здесь звук другой более плавный ну и более сильный бензин достаточно быстро выгорит нагреет масло и тогда можно будет смотреть за результаты сейчас пока смотрим и ждем смотрим и ждем как выгорает бензин дал примерно три минуты на разогрев для того чтобы прогорел бензин и стало гореть уже чисто масло масло уже кипит верхний слой масла точно кипит и горит масло можно увидеть что тут сверху сверху конечно же идет черный дым это коротенькая моя труба первый образец тяга есть видно что огонь поднимается высоко практически не практически а точно из трубы он тоже выскакивает но конкретно коптит это первый вариант и давайте смотреть второй вариант с трубой два с половиной метра здесь звук несколько другой очень хорошо видно что масло тоже здесь кипит труба горячая уже тепло достаточно сильно лучше не касаться ее давайте посмотрим теперь наверх вот он вверх сейчас я залезу на приступочку вот так вот он вверх вот он вверх второй трубы вообще ничего нет она работает а он коптит первая вот коптит первая коротенькая труба с такой же банкой вот вторая идет только движение какое-то горячего воздуха видно два с половиной метра та же самая труба толстостенная стенка 4 горит все тоже отработанное масло звук больше похож на звук паяльной лампы ну какое-то гудение как из трубы это и есть труба верхний слой кипит краска на банке сверху обгорела а снизу еще даже видно осталась красочка то есть низ не кипит ну и даже нагревается не очень сильно вот такая идея если такую трубу в два с половиной метра возможно даже и больше поставить в гараж или в какую-то топку кочегарку и просто поставить сюда баночку которая по диаметру будет точно такой же как и труба будет чудесное горение отработанного масла без копоти без всякой дряни вторая тоже старается работает та же самая конструкция точно такая же банка тепло чувствуется рядом подходишь очень хорошо чувствуется тепло которое уже есть и оно достаточно сильное ну и копоть идет тоже сильная вот хотелось побороться с копотью ну и как-то получилось смотрите как чадит ну просто конкретно такого быть не должно согласны? я понимаю что печка разогрелась все ну вот это это неправильно поэтому конструкция с высокой трубой показывает очень хороший результат ну это еще не последний вариант я думаю попробовать что-то еще помудрить получается очень удачно оно как-то сразу пошло с первой конструкции удачно пошло вроде бы конструкция простейшая а она тянет все равно как ну как паяльная лампа ну первое понятно что коптило но как-то она эти конструкции по своей простоте она как-то параллельна гениальности что ли очень круто работает друзья если у вас какие-то появляются новые идеи по усовершенствованию пожалуйста пишите в комментариях будем пробовать все испытаем ближайший снег кстати уже начинает превращаться в капли он начинает просто таять это хорошо кстати видно да вот здесь еще был снег вот там подальше он уже растаял это все произошло примерно за 10 минут работы ближайший снег около трубы весь растаял действительно на улице минус а около трубы стоять очень тепло и приятно пишите в комментариях продолжение непременно будет на территории ну и а это как все они и и и Продолжение следует...